Итак, друзья, наконец-то у нас появилась с вами значимая повестка дня, по-настоящему, по следам заседания Федрезерва. По сути, это, скорее всего, определить рыночное настроение и до конца года, а возможно и на 2-3 ближайших месяца. Ну и, на мой взгляд, Федрезерв, по сути, убил остатки надежды рынка на то, что политика может быть более мягкой раньше. Наоборот, Федрезерв, во-первых, обозначил, что пик процентных ставок будет более высоким, чем ожидалось ранее, а главное, что сам факт высоких процентных ставок, он продержится дольше. Вот, собственно говоря, основное резюме, результат чего индексы биржевые упали. Пока они падают умеренно, с учетом того, что все-таки это не было в полной мере сюрпризом, но давайте разберем эту тему по косточкам, все-таки, что же было в материалах ФРС. Ну, вот смотрите, по порядку, да. Значит, замедление экономики, они ждут его, и, мало того, они его ждут теперь не только по итогу 2022 года, но на весь 2023 год растянутого замедления экономики. Они ждут темпов роста. Полпроцента ВВП роста на 2022 год и на 2023 год. То есть, ничего хорошего, конечно, в этом прогнозе нет. Хотя, да, формально в сентябре ФРС ждал фактически нулевого роста в этом году, 0,2%. Он ждал, теперь он ждет по итогам 2022 года полпроцента. Но это уже предполагалось, в принципе, по последним данным, которые поступали, поэтому не сюрприз. Но эта разница не так велика, как то, что на следующий 2023 год они вообще-то обозначали рост более процента. 1,2% конкретно было прописано в сентябрьском прогнозе. А сейчас говорят 0,5%. То есть, они думают, что раньше 2024 года дела на лад не пойдут, кризис не рассосется. Вот первый ВВП прогноз. Пик безработицы. Они ждут более высокого пика безработицы. Теперь они ждут 4,6 пика. Раньше ждали 4,4. Поэтому сейчас еще более-менее все с безработицей нормально. 3,7 где-то вот в окрестностях этого уровня безработицы. Но они понимают, что их меры по ужесточению монетарной политики сделают кредиты дороже для бизнеса. Для работодателей они станут дороже, соответственно, меньше шансов на то, что они будут... Возможность поднимать зарплаты. Соответственно, это ударит по потребительскому спросу и т.д. Значит, вот, пожалуйста, да, то есть, как бы они считают, что их меры повлияют на рынок труда более болезненно. А все понимают, что там можно написать 4,4, можно теперь вот 4,6 написали. А в итоге-то, может, и более высокий уровень проблем возникнуть на рынке труда. Обещанием властей на то, что они что-то проконтролируют в этой связи. Ну, как бы, никто особо не верит. Но уже сами, они говорят, будет хуже, чем мы думали как бы раньше. И смотрите, инфляция. Инфляцию, несмотря на формальное снижение данных, которое было буквально только что в декабре по последним данным, они ждут инфляцию выше. То есть, при всей условности их любимой калькуляции по уровням так называемым PCE, это уровни, как бы там, потребления, по которым они считают инфляцию, она ниже, чем реальная потребительская инфляция намного. Но даже вот этот свой PCE индекс, они ждут на уровне 5,6 теперь. По 22-му году раньше ждали 5,4. То есть, суммарную инфляцию они ждут больше. Но, как говорится, и фиг бы с ним на этот год, на следующий год. Раньше они говорили, что мы будем такие молодцы, что мы инфляцию сбросим до уровня 2,8. Теперь, говорят, только до 3,1. То есть, как бы, это все равно прогноз такой, что мы молодцы, мы справимся. Но, типа, справимся, как бы, немножко похуже. Не говоря о том, что фактически потребительская инфляция, естественно, выше там раза в 2, как минимум, чем вот это их PCE. Но вот такая вот на самом деле здесь история. Но и Джером Пауэлл пытался в выступлении своем какие-то острые углы сгладить, но не особо у него получилось. Вот, в частности, предполагаемое, то, что должно было бы, да, прозвучать гладко, не прозвучало гладко, я вам только одну фразу вот из всего его выступления скажу. Данные по инфляции, сказал Джером Пауэлл, полученные на данный момент за октябрь и ноябрь, ну, то есть, те самые снизившиеся, показывают желание на снижение темп роста цен. Но, сказал он тут же в этом же предложении, потребуется значительно больше подтверждений, доказательств, чтобы дать дальнейшему уверенность в том, что инфляция останется на устойчивом пути снижения. Ну, то есть, в принципе, можно было на но и остановиться. И так понятно, что пока они говорят, что это все ерунда, что упали. Ну, собственно, и здравомыслящие люди все говорят, что это номинальное снижение инфляции. Фактически цены выросли еще, правда, всего на 0,1% за этот месяц, на 0,3% за прошлый месяц. Сами по себе цены не упали и даже не совсем остановились. Просто более высокая база октября-ноября прошлого года, по сравнению с этим первым значительным скачком цен, сейчас кажется, что темп инфляции как бы замедлился. Вот и все. Ну, и, собственно, теперь про ставки. То, что, наверное, уже все по новостям знают про ставки. Значит, главный логический итог, который, собственно, ФРС вывела из этих своих прогнозов, уже по собственным ставочным решениям на 2023 год. Значит, на 0,5% выше они теперь ждут пик процентных ставок. Если раньше они говорили, средний уровень диапазон 4,5-4,75, будет пиковая ставка, ожидалось, то сейчас она ожидается на уровне 5-5,25, то есть на 0,5% выше. И причем еще там 18 человек в комитете, которые эти прогнозы делают, вот немалое число из участников комитета по открытым рынкам, 7 против 11, 7 это много, видят конечную ставку на 2023 год еще выше. Вот такие вот дела. Причем некоторые видят на 0,25% выше, некоторые даже на 0,5% еще выше, туда ближе к 6% уже годовых. Вот. Средние ожидания чиновников ФРС, что сравнительно высокие ставки, еще и продержатся дольше. В чем это выражается? Они ждут, что возможности постепенного снижения ставки в 2024 году будет только в пределах 1%. То есть с уже поднятого пикового уровня, тем самым, они ждут, что ставки впоследствии, но только в 2024, а не в 2023 году, снизятся до среднего уровня 4-4,25. То есть фактически они снизятся там буквально на шажочек ниже, чем они сейчас. То есть останутся высокими, а перед этим побывают еще более высокими. Конечно, это нагрузка на экономику еще на целый дополнительный год, как минимум. Мало того, все те же 7 человек видят ставки и через год, в 2024 году, повыше уровня 4-4,25. И выше, чем сейчас некоторые видят ставки и в 2024 году. Так что послаблений в закручивании гаек не предвидится. Высокая стоимость заемных денег остается, будет бить по всем возможностям работодателей поднимать зарплаты, по планам компаний что-то инвестировать в развитие бизнеса. Что уж зачем инвестировать, если в окружающей, так сказать, среде не хватает денег, покупательной способности не хватает. Ну и все перечисленное, конечно, не очень хорошо должно сказаться на корпоративных прибылях. В горизонте, по крайней мере, ближайших нескольких кварталов они должны так или иначе пострадать. Об этом, кстати, предупреждал еще на прошлой неделе, например, такой банк Морган Стэнли. Говорил, что корпоративные прибыли, скорее всего, снизятся. То есть цены, как говорится, не упадут, но при этом затраты останутся высокими. И при этом возможность поднять цены, чтобы компенсировать затраты у продавцов продуктов, у продавцов услуг особо не будет, потому что потребитель не заплатит. Это снизится сразу продажи. Соответственно, фондовому рынку все это не понравилось. Мы уже видели, что в первый момент из области 4050 индекс S&P 500 в первые 15 минут скакнул вниз, сразу упал до уровня где-то 3988. Поколебался там еще какое-то время. Оставил в итоге локальное донышко вечера среды 3965. В ходе пресс-конференции Пауэлла, где он пытался где-то сглаживать что-то, рынок дал еще ему шанс, отскочил в район 4000+, постоял там. Но уже на европейских торгах, в первой половине дня европейских торгов, фьючерсы на индекс уже сползли в район 3950. То есть в целом динамика, скажем так, довольно ярко выражена, отрицательная. Думаю, что снизится глубже. Думаю, что снизится глубже. Это может уже прям текущая американская сессия сделать. Соответственно, может ускориться и переток на валютном рынке в доллары. Здесь, конечно, не так все может быть быстро. Здесь не такая моментальная реакция. Потому что на самом деле более высокие процентные ставки ждали, но не настолько, но чуть поменьше ждали. А вот то, что они дольше продерживаются, это больше все-таки эффект для экономики негативный, чем положительный для доходности облигаций, который влияет в основном на движение валютного рынка. Но, в принципе, если будет дальше просачиваться еще более негативный настрой на фондовый рынок, то думается, что ускорится и переток денег постепенно из других валют в доллары. Это уже на самом деле произошло. За последние сутки припали все практически валютные пары, где доллар стоит на втором месте. Это и курс евро припал, фунт австралийский, доллар новозеландский, вот на них в первую очередь сказалось. Здесь, на самом деле, за сигналами можно повнимательнее, что называется, следить и наблюдать, но, может быть, и не спеша, но реагируя, на мой взгляд, на уже явные такие подвижки. Но, что касается сделок коротких продаж в индексах, то, на мой взгляд, это сейчас приоритет в защите капитала.